Дорогие братья и сестры, салам алейкум, после долгой разлуки, как мы уже в прошлый раз говорили, мы увиделись наконец с нашим шейхом Асхатом. И за это время мы, конечно, стали свидетелями огромной трагедии в Турции, в Сирии, стали свидетелями огромного порыва верующих навстречу пострадавшим в том, чтобы отдать им самые последние, свои последние сбережения для того, чтобы облегчить их участь под завалами, после их спасения. И я сейчас хотел бы спросить шейха Асхата, ну неужели нам, верующим, у которых и так сердца трепещут от веры, нужны такие, такого масштаба потрясения, чтобы вот так кинуться навстречу друг другу в решении проблем нуждающихся. Ведь и без землетрясения они были вокруг нас, но даже 10% того, что мы сейчас сделали, мы не делали тогда. Неужели мы должны быть подвергнуты таким потрясениям и испытаниям, чтобы мы начали идти навстречу друг другу и объединять усилия? И вообще, в чем смысл таких глубоких потрясений и испытаний со стороны Всевышнего по отношению к верующим, дорогой наш шейх? Уважаемые братья и сестры, уважаемые дорогие, любимые братья, старшие братья, Шейх, Руслан, Ахбад, Кум Джамия. Во-первых, альхамдуллер, нету сомнений в том, что все мусульмане сейчас молятся за тех людей, которые ушли из этой жизни, из-за этого землетрясения. Просто Аллаху Субхану Ахитана за них прощения, милость и милосердие, милосердие Аллаху Субхану Ате'али. Но мы должны также знать, что альхамдуллер, они если были верующие, если были на пути Всевышнего Аллаха Субхану Ате'али, то они покинули эту жизнь, как шахиды. И поэтому не знаем, кому больше завидовать им или нам, которые остались в этой дуне еще. Они, если были на вере, они в раю. Поэтому мы за себя должны переживать. На чем мы уйдем из этой жизни? Чем мы уйдем из этой жизни? Какие будут последние слова и последние действия наши? То есть, их вот этот мучительный уход из этого мира, он мог искупить все их явные, неявные, мелкие, большие погрешения? Если были на намазе, были на тавахиде, они, может, они зайдут в рай без спроса и без наказания, так как они умерли шахидами. Алхамдуллах. И поэтому мискины не они, а мискины мы, которые еще не знаем, как мы уйдем из этой жизни. И каков будет наш конец. И каков будет наш конец. А эти, алхамдуллах, мученики, которые, алхамдуллах, в раю. Также, такого рода Аллах посылает, когда, например, затмение луны, затмение солнца, когда землетрясение. Для чего Аллах посылает? Чтобы показать свою мощь, чтобы люди еще больше приблизились к Аллаху, показать свое величие. То есть, разве как вот оно, всего лишь одним словом Аллах, Субхану Таиле, будь. И было такое землетрясение. И люди не знают, куда бежать, что делать. Испоминается аят в Кур'ане, где Шишина говорит, человек судно-день скажет, куда бежать? А бежать-то некуда. И для того, чтобы сплочить, алхамдуллах, верующих, Аллах, Субхану Таиле, вот, показал такое свое, такое свое знамение. Но верующие стали более щедрее, да, мы заметили. Стали более такие, как-то мягче друг к другу носить и так далее. И задается вопрос, я сам себе хочу всем нам задать, неужели нужно было ждать вот эти землетрясения, дабы сплочиться и так далее, и делать какие-то подобные деяния. Ведь верующий человек знает, что рано или поздно он уйдет с этой жизни, и все это в этой жизни останется, и только благие дела с ним пойдут в могилу. Аллах, Субхану Таиле, говорит в сурате Камар, Игутараданиннаси хисабухум, ваум фи гафлетим муаридун. Аллах, Субхану Таиле, говорит в Кур'ане, приблизилась к людям их расчет судного дня, но они все еще как-то фи гафля. То есть некому гафля, это такое состояние, как бы вот, например, беспечность. То есть бывает, например, человек прошел день, вот как бы, да, что я сделал в этот день? Он не может понять, что я сделал? Фи гафля, беспечность. Бегайри хисаб, без расчета. Без расчета, да. Бывает такое, что, Субхану Аллах, это в сурате Аль-Абия Аллах, говорит, то есть приблизился уже расчет к людям, но они еще в некой такой беспечности. То есть уже завтра умирать, он беспечность. День прошел, а что я сделал за этот день? Неделя прошла, от пятницы до пятницы пролетает время, а что я сделал? У человека такая жизнь пролетела, и он задумывается, а как я ее прожил? Поэтому, чтобы не быть такой беспечностью, каждый день мусульманин должен, аль-хамдуля, быть из таких людей, которые помогают другому, которые, аль-хамдуля, дают, подают, тот, который сочувствует другим людям, который, аль-хамдуля, с открытым сердцем подходит к своим братьям, к своим сестрам, не только во времена землетрясения, в каждой, каждодневной практике у него это должно быть. В его сердце, в его душе, в его глубине душе должно быть вот это состояние. Субханалла. Дорогой человек, напоследок вопрос такой. Многие спрашивают, за что мусульманам такое наказание? Я пытался вот во время вашего отсутствия в Москве объяснить, что в отношении верующих это не наказание Всевышнего, сколько он же сострадательный, он милосердный, он любит своих праведных рабов. Это испытание. Для верующих это испытание их веры. Как они примут это испытание, это сотрясение. Как они отнесутся к этому испытанию со стороны Господа. Как они уйдут из этой жизни. С чем, с какими словами. Как мы примем уход своих близких. Их уход для нас является испытанием. То есть для всех нас, для уходящих, для ушедших из этой жизни и для тех, кто остался, их близких, их единоверцев, это тоже испытание. Правильные ли мы выводы делаем из этой ситуации? Безусловно, что для такого рода это для верующих испытание. Для неверующих это наказание уже при этой жизни. Поэтому, почему Аллах показывает такие вещи, чтобы устрашить, чтобы люди вернулись к Аллаху, чтобы люди увеличили могущество, увеличить Аллаху. Чтобы сотрясти сердца. Сотрясти сердца, если увидят, какое, одним словом, будь Аллах сотрес земли, тогда какой же великий Аллах? Кто он такой Аллах? Чтобы мы еще больше познакомились с Аллахом, субхану ва-та-Аля? Кто такой Аллах? Такой великий, субхану ва-та-Аля? Аллах в Коране говорит, в судно-день, трон Аллаха понесут восемь. И не сказал Аллах, восемь что? Восемь. В Тавсире говорится восемь ангелов. В другом Тавсире говорится восемь рядов ангелов. И в хадисе сказано, у одного ангела от одного мочка уха до другого мочка уха будет массирован, хам смет и саня. Расстояние 500 лет ходьбы. Поэтому задается вопрос, какие великие ангелы? Следующий вопрос задается, какой великий трон Аллаха? И какие милости он приготовил для тех, кто уходит мучениками по воле Всевышнего, для того, чтобы стать испытанием для остающихся рабов Всевышнего Аллаха? Дорогой нашлих, пусть Аллах Всевышнего воздаст. Я призываю себя, всех нас призываю возвращаться к Аллаху. Не отказывать поклонения на завтра, не отказывать благодетяния на завтра, соревноваться благодетелам братья и сестры. В Аллахе это то, что принесет пользу в Судный день. И, Субханаллах, когда спросили у Пророка, когда наступит Судный день, постановка Аллаха показал его пальцы и сказал, вот такое расстояние, рядом уже Судный день, близок, почти все малые признаки закончились, почти все маленькие признаки закончились. Поэтому верующий должен быть, аль-хамм, готов к встрече с Аллахом, Субханаллах. В Аллахе на все равны, именно все мы встретимся с Аллахом, но именно счастливый человек, который успел вернуться к Аллаху еще при жизни. Счастливый человек, шик Руслан, это тот, кто осветил свою могилу перед тем, как в нее лег. Счастливый человек, это тот, кто молился перед тем, как молились над ним. И пусть счастливый человек это тот, кто смог достичь довольствия Аллаха перед тем, как встретился с Аллахом. Поэтому, братья и сестры, спешим к прощению Аллаха. Аллах в Коране говорит, «Сари'у, эй, сабику, дадеру, спешите, спешите, иля махфират им, Раби, к прощению своего Господа». И к краю, который по величине подобно небесам и земли, уготовлены для богобоязни. Напоследок, шейх, с вашего позволения, вот сейчас, после этого землетрясения, вновь наполнились мечети, кающимися, обращающимися к Господу. И Аллахи, после этого потрясения, которое на нас обрушилось, если хотя бы 25%, хотя бы 30% людей останется в мечетях, это будет для нас просто невероятным приближением ко Всевышнему. И дай Аллах нам не отдалиться от Него, после того, как наши сердца уже успокоятся, после этого потрясения. Барак Аллах. Братья и сестры, помните, когда была пандемия, как мы скучали по мечетям, закрыты были мечети? Да, да. Открылись в мечети, вроде люди ходили, потом опять перестали ходить. Аллах, Субханал, постоянно такие, не нужно ждать, пока Аллах пошлет какое-то еще испытание, поэтому мы должны, аль-Хаммалин, спешить. И хадиты здесь очень подходящие в данной ситуации. Подпишитесь на этот канал и ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до тысяч новых зрителей.